И изменился наш герой, стал голубой, 3 метра рост на попе хвост и не больной. Целых 13 лет зрители планеты Земля ждали, что же первым сделает морпек Джейк Салли, когда его сознание полностью переедет из нуждающегося в капремонте человеческой тушки в аватарскую новостройку. И Джейк, конечно же, никаких вот это вот поворот не выкинул. А первым делом начал так усиленно строгать спиногрызов, словно на Пандоре на каждого выделяют материнский капитал. Не успела глянуться, а нас уже четверо. Троих своих народил и четвертую удочерил девочку Кири, которая родилась от аватара Грейс Овгустин. Где и когда главный ученый Пандоры успела перебить с местным синим трехметровым котом, история умалчивает, если перед ее смертью и намека не было на беременность. А тут у нее уже девятый месяц, причем все время была на виду у своих коллег и только в корешки иголками тыкала, да папиросы смолила. Скорее всего Джеймс Кэмерон при написании второй части придерживался одной теории. Тринадцать лет прошло с первого фильма, да кто там вспомнит, кто кого шпокал. В общем непонятно, где нашелся такой синий альфа, что сумел приболтать саму Рипли. У нас есть дело поважнее. Я хочу знать, кто это материнский. Хотя есть одна безумная теория. Детки, заткните ушки. Как известно, аватары без сознания вполне себе живые тела, только спящие. И возможно, возможно, когда Грейс умерла и тело ее аватара принесли на базу, ученый Норман Спеллман стал регулярно проводить над ним всякие эксперименты. Ведь он как раз был фанатом Грейс. Нон, наслышана тебе. Я с нетерпением жду совместной работы. А тут целое молодое тело. Даже вот он рядом стоит. Время экспериментов. Ее отец так и остался неизвестен. Но ты извращенец. Оставим это на совести Нормана. Больше интересует логика поведения великого воеводы Морпеха Джейкассали, который после того, как разбил армию людей, и зная, что на этом только все начинается. Небесных людей станет все больше. Они будут пребывать, как нескончаемый дождь. Наслушался Доминика, стал семенинычем, имея в распоряжении минимум 12 лет, подготовился к масштабному вторжению людей с полной ответственностью. Ни! Только с сыновьями на рыбалку ходит, научился новые дреды заплетать. Да видя, как истерят его цветы жизни, стал ловить себя на мысли. Счастье, это когда рядом нет детей. Ведь помимо своих четверых, прибился к ним еще и мальчонка, с погонялом паук, мама которого также по-кэмероновски сгинула за кадром, и пришлось Джейку этот лишний рот на себе тащить. И вот, после того, как Джейк досрочно выселил землян с Пандоры, те шлют на землю срочную депешу, которая шла до земли 6 лет. 5 лет, 9 месяцев и 22 дня! На земле капиталисты прихеревают не по-детски, что кучка аборигенов с копьями и стрелами нагнула сверхпандорскую державу людей, собирают за 3 года межзвездную флотилию. Отборных солдат! Добираются до Пандоры, и своей эпично адской мордорской посадкой портят многодетному отцу свидание, на километры выжигая все живое, как бы сразу давая понять, что у людей персональный контракт с преисподней, и сам сатана проектирует им корабли. И как и положено подрядчикам дьявола, высаживаются ночью в самое лучшее время для формирования плацдарма и начала строительства базы. И так как за 15 лет Джейк не подготовил армию, не распространил идеологию патриотизм, они исполняют свой долг, а ты? Следующий целый год он делал только одно. Не! И люди спокойно расстроились до мегавоенного города. И теперь даже самым крутым ребятам будет проблематично распедалить такой укрепрайон. И когда у людей имеется воздушный грузовой транспорт, им на кой-то ляд приспичило прокладывать железную дорогу через территорию врага, где активно промышляют синий бан формирования во главе с Джейком и на раз пускают составы под откос. Да и люди до сих пор не изучили тактику Нави, и пилоты Скорпионов просто зависают на месте и становятся легкой мишенью, когда должны постоянно маневрировать. Чего там, пилотам даже до сих пор бронированные стекла не поставили, чтобы их стрелами не пробивали. А Джейк Снейтери такие любящие родители, что позволяют двум сыновьям околачиваться на месте боевых действий, чтобы в случае чего словить шальную ракету от Скорпиона. И не просто позволяют околачиваться, а дали подросткам боевое задание. Что делают дозорные? Дал вам болванам простое задание. В общем, пропесочив детишек за косяк, в котором по сути виноват сам, Джейк начинает выслушивать предъявы от жены за то, что слишком строг с детишками. Но это не армия, а твоя семья. Так может быть, если бы не брали детишек на диверсионную операцию, то и проблем бы не было. А то строить теперь из себя мудрую мамашу, когда сама прекрасно знала, что дети летают рядом с атакованным поездом. Но это ладно. Откуда у сыновей Джейка экраны, если воздушную тачку может заиметь только взрослый воин племени давай не икай, то есть аматикай, когда пройдет все испытания охотников, а сыновьям Салли только по 15. Кумовство. Вот что значит детишки вождя племени. Батя по блату в обход законов племени пробил им тачки, которые им еще по статусу и возрасту не положены. Сплошная коррупция. Которая очень сильно дружит с маразмом. После захвата базы людей несколько ученых остались на Пандоре, перетащили целый лабораторный комплекс в горы и спокойно 15 лет там работают. Чем питаются, где берут электричество, расходный материал и медикаменты и новый фильтр для противогазов не ясно. Когда поставок земли больше нет, а захваченная база не функционирует. Это отличный вопрос. Ну а люди собрались полностью переписать на себя Пандору. Земля гибнет. И раз с синими не получается договориться по-человечески. За дешевое пиво, за джинсы. Решают отжимать территории проверенными действиями. Какого рода действия? Дестабилизирующим. Чему сильно мешает местный революционер, предатель-перебежчик, любитель синих кисок Джейк Салли. Поэтому в орбитально-лабораторных аналах приходит в себя в новой шкурке полкан Кворич Меченый и слегка размяв кулаки о рожи подчиненных, идет на первый брифинг к еще живому самому себе. Ведь у людей, оказывается, имеется технология записи на флешку своего сознания, которое потом можно легко интегрировать в клонированное тело аватара. Ты мой реком, полковник. У тебя мои воспоминания и мой шарм. Мы поджарим их доисторическую деревню, как Тихуану во время войны. Господи, режиссер кто? Джеймс Кэмерон? Не знаю такого. Из молодых, что ли? И только Кворич прибывает на охрененно огромную базу, как сразу идет на получение основного задания от сумасшедшей бабки-генеральши, которая непонятно зачем, чисто, видимо, для понтов, отрабатывает удары в экзоскелете, чем только в холостую жгет его ресурс. И проведя Кворичью экскурсию по мегастройке, бабушка принимается жаловаться, что они всей своей мощной армией, технологиями и спутниками не могут найти Джейка. Враг воюет умело. Поэтому Кворича и вернули к жизни в теле аватара. Ведь по логике бабушки-генерала, группа аватаров с человеческим оружием, одежонцы и татухами, смогут стать идеальной диверсионной группой. Мы подумали, что ваша синяя группа будет принята за своих, так что у вас получится углубиться в их тыл. Ну, похоже, что бабушка-генерал посмотрела Черную Пантеру 2 и нахваталась боевой логики у королевы Ваканды, когда та просила черную шпионку спасти дочь, проникнув к синекожим подводным мутантам. У тебя есть опыт внедрения в станы врагов. Ага, я черная, а не синяя. Выйдет, но незаметно. И, конечно же, вышло. Ведь у Джейка нет ни дозорных в лесах, ни инструкций на то, что всех левых аватаров сразу же кормить стрелами. И группа полковника спокойно доходит до места финальной битвы Джейка и Кворича. А это в нескольких метрах от Эйвы, которую еще 15 лет назад люди хотели уничтожить. Мы уничтожим его. Мы пробьем такую брешь в их наследственной памяти, что они не подойдут к этому месту меньше, чем на тысячу километров. И здесь на постоянной основе должны дежурить отряды на Ви. Ну и помимо премии «Полководец года», Джейк получает «Отца года». С рождения дети болтаются без сопровождения в дикой природе, когда на Пандоре, как известно, Любая тварь хочет убить вас и сожрать ваши глаза на десерт. Или как Грейс переживала, когда Джейк остался один в лесах Пандоры. Заберем его рано утром. Не продержится он до утра. И только если бы не помощь будущей жены, от взрослого мужика и спецназовца чуть не остался хвост. И один пальчик. Но главное, дети болтаются одни, когда уже год идет война с людьми. И мало ли, сколько диверсионных отрядов бродит по лесам. И вот младший сынуля, выследив по следу ботинка отряд чужих и вооруженных аватаров, нет бы уходить по тихой, когда с ним младшие сестры ведет себя как скао. То есть, придурок. Нужно глянуть поближе. Тут твой отец бился с моим. И только отослав бате голосовое, что наткнулся не на местных синяков, как сразу же вместе с сестрами останавливается на стрельнуть сигарету. Везет, что Джейк в это время не занимался случкой со своей кошечкой, а был неподалеку на истребителе. И мигом организуется в район дерьма ситуации. Сынок же пока, точно зная, что он под защитой сценария, ему за дерзость даже леща не выпишут. Продолжает строить из себя героя. И Кворич, по чисто людскому жесту, ябленности характера мальца, сразу врубается, кто перед ним. Ты значит его сынок. И когда вроде опытный вояка Кворич, видя, что у пацана на шее рация, и он мог вызвать подкрепление, остается ждать транспорт, даже не сменив локацию на пару километров, чтобы их не обнаружили. Купол на связи, докладывайте. Готовы к возвращению, прием? Лети к ним. И пока ждут попутку, Кворич, вместо того, чтобы командовать отряду, занять круговую оборону, поставить пару растяжек, знакомиться с сыном, Майлз? Я паук, и не Майлз. Смотрит видосик, как Джейковская невеста делает из его реального тела подушечку для стрел, достроит из себя Гамлета, рассматривая свою черепушку. Мать моя, чуваку не повезло. Поэтому все на расслабоне, друг друга визуально не контролируют, и Джейк свободно минусует элитного морпеха. Ну а жена, даже не зная, кто захватил детей, и какие у них намерения, сразу атакует, не боясь, что после атаки, детей сразу же пустят в расход. Но как это часто бывает в сиквелах, отлично дружащие с логикой герои в первом фильме превращаются в идиотов. И полковник, вместо того, чтобы взять детей на прицел, и приказать Джейку с женой поднять лапки вверх и сдаться, открывает беспорядочный огонь по джунглям, не выставив никакого ультиматума. И суперотряд морпехов-аватаров, на создание которых потратили колоссальные средства, а он стоит кучу денег, специально вернули к жизни именно опытных солдат, полагая, что они принесут инвестиции на поле боя, в первой стычке всего с двумя противниками лажают, словно срочники. Ни тепловизоров, ни приборов ночного видения, ни гранат нет, подствольники не используют, чисто пулями стригут джунгли. Видимо, отдавая дань уважения отряду майора Алана Шефера, более известного в кинозадротных кругах, как Дач. Даже детей не смогли удержать, и те, тупо покусав им руки, сваливают. Ведь элитные вояки не знают, что пленных первым делом нужно вязать по рукам и ногам. Детский сад, штаны на лямках. И полковник, оставшись хреном на руках, только и может, что козырнуть тем, что он загрузился с сохранения. И что теперь будет живодерить синих кошек, пока у него стоит хвост. Это вы, миссис Салли? Может, покажетесь, миссис Салли? А то ведь мы с вами подраз не договорились. Моя сейчас будет твоя, сука, жопа драть! В общем, когда все цели просраны, и объекты дали по газам, полковник, наконец-то, решает долбануть с подстволыша, чем отбивает от группы лишь пацана, берет его в плен, на этом успокаивается, и бросает преследование Джейка. Когда уже перешел в наступление, плюс пришло подкрепление в виде флагмана, где полно спецназа, и можно было бы продолжать погоню, и иметь реальный шанс ликвидировать Джейка. Но у полковника рабочий день закончился, а за сверхурочные ему не платят. Ленивая ты жопа. Так точно. Джейк старается максимально мягко объяснить детям, что паука никто спасать не будет, и что ему на него откровенно... Не плачь, моя девочка. Ничего, он крепкий. А по возвращению в племя, обмозговав, что полковник от них не отстанет, плюс 15 лет жизни с синими дикарями и тещей, сильно подзв**ли. Под шумок предлагает жене свалить на ПМЖ куда-нибудь подальше, лишь бы больше не видеть рядом срущих синих соплеменников и любимую тещу. Когда уже ремонт в пещере сделаешь, только на рыбальку свою ходишь, лучше бы дочка за Тесутея вышла. Занудная тварь. И Джейк с чего-то вдруг решил, что такая армада прибыла не с целью захвата Пандоры, а только ради его персоны. Это охота на нас. И лидер, который в прошлом объединил кучу кланов и размотал землян во время первого вторжения, сейчас вдруг решил слиться. Не понимая, что вторжение с его побегом не остановится, и война с землянами только вопрос времени. Нейтери сразу в истерику. Тут их дом, надо защищать племя и хрена на куда поедет. Ты друг Макто. Но тогда Джейк достает козырь из рукава. Люди сюда рано или поздно придут, а значит надо готовиться к войне, а их сыновья по новийскому закону как раз уже призывного возраста. Нельзя этого делать. Ну раз нельзя, то вот Джейк уже сдает полномочия вождям и оставляет племя на произвол судьбы. Прекрасно зная, что как только люди расколят пацана и он сдаст место положения племени, то тут всех сразу под автоматную очередь пустят. В общем, удачи, счастливо оставаться и идите в жопу. Но хорошо, что военные в сфере пыток сильно деграднули и вместо проверенных методов допроса «Установить мошоночные клеммы». Используют центрифугу, от которой только можно заблевать помещение или получить инсульт. И Кворич весь этот цирк прекращает. «Генерал, позвольте, поговорю с ним по-отечески». «Вы ему не отец». Но что-то в полковнике уже ёкнуло, и он предлагает пацану беспроигрышный вариант. Либо назад в центрифугу, либо стать экскурсоводом и переводчиком. «Мы болтаем или едем». И как известно из учебника «За седьмой класс о далеких планетах» на Пандоре очень много деревьев. «Около триллиона деревьев». «Это много, я прав, да?» Но Джейк, вместо того, чтобы свалить на тысячу километров вглубь лесов и остаться в привычной среде, в которой росли его дети, решает поселиться у одного племени, которое живет на побережье и все как на ладони, где их при случае могут обнаружить с помощью спутников. И пока Джейк ждет встречи с вождем, недокрашенные местные собираются, чтобы поглазеть на перекрашенных. Сыновья Джейка, как культурный парень, саламкаются с вождем сына. «Здорово за его». А тот сразу как козел даже не зная, кто это и зачем пришли. «Что это?» «Это хвост называется». Ну а младшой времени зря не теряет и оценив форму и грацию дочки вождя, кладет на нее глаз. «Привет». «О боже, я посмотрела на его пенис, надеюсь, он не заметил». И не успел вождь еще даже объявить о своем решении, как в процессе врывается жена и сразу начинает чеморить семейство Джейка. «В них кровь демонов!» «Ты че так базаришь?» «Бирюзовая». «Я прошу прощения за мою женщину». И пока бабы глаза друг другу не выцарапали, вождь отводит жену в сторону и как истинный мужик и вождь племени просит разрешения взглядом. И только когда баба дала добро, вождь снова становится вождем и выдает Джейку РВП с бессрочной датой и модное бунгало, как в дорогом спа-отеле на Мальдивах. «Это сон какой-то». «Да чей счет этот банкет?» «Кто оплачивать будет?» «Эй, Джейк, твоя жена умеет массаж хвоста делать?» Дети вождя начинают учить детей Джейка пандорскому дайвингу, угорая, что даже Том Круз дольше может под водой. Дочь вождя учит младшого, как правильно вставлять. «Тело связь не спеша». А вождь объясняет Джейку, как нужно водить водный мотоцикл, в котором столько дури, что Джейк даже за рулем удержаться не может. Ну а Кворич, раз Джейка обнаружить не удалось, чтобы растянуть хронометраж фильма на три часа, решает отделать нехрен поизучать культуру Нави. «Жрать как Нави, думать как Нави». Когда имея в распоряжении спутники, которые легко высвечивают скопление аборигенов, мог давно найти место положения племени, прийти с благотворительной миссией и вежливо попросить бывших коллег связаться с Джейком и запилинговать его местоположение. Но такой вариант даже не рассматривается. Более того, Джейк мог за 15 лет прокачать племя до элитного голубого спецподразделения, которое вон уже успешно совершает налеты на поезда и нужно уничтожать все племя, когда цель людей полное истребление Нави и захват планеты. Но нет, задача только Джейк Сали и писец. «Сильно переоцененный феномен». И вот Кворич с пацанами выбирает себе истребителей и как ушлый хотел все сделать чреснотворное. Но паук подъебнув его, что так делают только чимошники и нужно ловить птичку в полный контакт по правилам UFC. И полкан, чтобы не посрамить честь мундира, садится в кабину истребителя, но не разобравшись с приборной панелью, теряет управление, не успев катапультироваться. «Ну че, звоните на базу, пусть клонируют нового полковника». «Запресс, ублюдки!» На Мальдивах все без изменений. Детишки Джейка учатся плавать, сдают на права по управлению водной тварью, додерутся сынком вождя и его бригадой. Чем батя Джейк хоть недоволен, «Аунун сын вождя». Но как реальный батя горд, что его отпрыски отмудохали бирюзовых. «Они такие же помятые». «Хуже». «Хорошо». Владшой по приказу Джейка идет мириться с Мажориком, а тот, как последняя гнида, заманивает его на рыбалку в запретные воды, где тусуется дикое зверье. И сын просто повторяет подвиг бати. Тот 15 лет назад от животины на суши смог свалить, а этот под водой. Еще и на помощь запросил рояль из кустов. «Всегда найдется рыба крупней». Не просто рыба, а суперумный кашелот, который интеллектом подвинет друзья его с Ирмана. И даже на своем кашелотском рассказывает младшому, что он регулярно заплывает в бухту и смотрит, как купаются голые туземки. «Любишь смотреть на зб**ы?» «А кто мне любит?» Младшой помогает избавиться кашелоту от инородного предмета в организме, и мужики становятся лучшими брателлами. Настолько, что младшой даже забивает на дочку вождя. «Фуууу, вялый хвост! Бабу на дельфина променял!» И младшой так заигрался с касаткой, что в деревне уже решили, что его сожрали там, куда запрещено заплывать. «Мой сын не должен был звать его «Зарыв!» Он будет наказан». Но младшой, как реальный пацан, крысу отмазывает. «Это я во всем виноват! Я сам предложил!» Но зато Джейк, устав от постоянных косяков сыночка, обещает ему, что если он еще раз накосячит, то может на девочек больше не засматриваться. «В следующий раз я тебе х** оторву!» «Понял меня?» «Так точно!» И когда на этом можно было бы заканчивать, у Джейка жизнь налажена. Акворич понятия не имеет, где его искать. На очередной экскурсии Кири коннектится с подводным сервером Эйвы и только встретив сознание матери, как пробивается сознание матушки из другой вселенной, где она сражалась с ксеноморфами, отчего Кири уходит в кому, и Джейку приходится вызвонить ученых со старого племени и ждать целые сутки, чтобы те констатировали факт, что ничем помочь не могут. «В этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наша полномочия, все». Но стоит жене вождя провести легкий ахалай-махалай иглоукалывания, как Кири приходит в себя, что мешало сразу позвать вождиху и не ждать ученых целые сутки, Кэмерон, конечно же, не объясняет. Но тогда бы сюжет застыл на месте, ведь вылет ученых спилингуют военные. «Там сотни островов, масса туземных поселений». «Салли там, дадите какую-нибудь технику, я привезу его скальп». И так как Джейк персона нонграта и никаких средств не жалко, лишь бы его грохнуть, то бабка генерал выдает на поиски целый промысловый линкор, цель которого, вообще-то, добывать дорогущий ресурс, продажа которого и позволяет людям колонизировать Пандору. «Анаптаниум, этот серый камушек идет по 20 миллионов за кило». «Анаптаниум, это уже прошлое. Оказывается, теперь на Земле лучше продаются мозги умных кашелотов». «Амри ты». «Эта штука останавливает человеческое старение совсем». Кто и когда первым догадался вальнуть кашелота, собрать из мозга этот лимонад и испытать его на людях, Кэмерон, конечно же, не уточняет. И это когда люди повторно прилетели на Пандору всего год назад. На Земле лекарства от аллергии еще десятилетиями. А тут такое уникальное средство против старения за год найдено и протестировано. «В такие вещи надо просто верить». Еще и придумана и отработана до автоматизма довольно сложная операция по охоте за кашелотом. Тут и подводные байкеры, и мех-крабы, и надводные загонщики с глубинными бомбами, и супер-гарпун со взрывчаткой. «Всегда снизу атакуем, сверху панцирь не пробивается». В общем, капитан китобойника не в восторге, что нужно теперь мотаться по деревням и помогать военным. Но кого колышет потеря прибыли в миллионы, когда тут нужно ловить главного оппозиционера? «У меня всего лишь план». «Я тебе лично сделаю бесплатный минет». «Ну раз все равно окунаться, так с головой». Кворич начинает шерстить деревни по-взрослому, с пытками, с поджогами и допросом. Но никто не колется насчет залетного синего туриста. «Они ищут тебя, Джейк Салли». «Уже кого-то убили? Еще нет». «Только угрожают». «Хорошо». И Джейк, приняв информацию к сведению, пошел дальше валяться в своем бунгало, когда уже должен был быть с семьей на полпути в Татарстан. Впустую рейдить поселение и, услышав шепот Кэмерона, решает, что если начать охоту на кашелотов прямо у деревень, то Джейк сам явится. «Если здесь начать охоту, туземцы тут же нападут на нас». «Включая того, кто мне нужен». Видимо, Кворичу не рассказывали, да и он сам не интересовался, каким образом 15 лет назад Джейк Салли отымел армию землян и не думает, что помимо Джейка на их баркасе, где от силы два десятка бойцов может напасть не только пару тысяч аборигенов и тупо взять количеством, но и Эйва может снова прислать животных. «Эйва услышала!» «А можно так не кричать?» Но Кворич и на шаг вперед не думает, поэтому пошла охота, чтобы показать всю ублюдочность человеческой расы, которая готова уничтожать кого угодно. «Ради ресурсов». Специально выбирают самку Толкуна, рядом с которой находятся детеныши. «Ее детеныши плывут медленно, а она их не оставляет, поэтому хорошая мишень». Фиксируют поплывками, чтобы не ушла и добивают. «Гарпун со взрывчаткой». Поднимают тушу на борт, выкачивают фермент бессмертия и сбрасывают тушу за борт, в надежде, что водное племя, у которого, как сам говорил главный рыбак, большая связь с Толкунами, «Это по сути убить члена их семьи». А значит, о смерти Кошелота узнают быстро, придут сюда, а с ними и Джейк. И Кворич у мертвого тела Толкуна даже не подумал устроить засаду или наблюдение с их-то технологиями слежения, чтобы потом по спутникам выследить, в какой именно деревне какие-то родственные связи с женой вождя, то и достаточно одного взгляда, чтобы муж объявил общий сбор для пиздюливания залетных браконьеров. «Мы вас потрохами сожрем и жопу подотрем вашей кожей». Но Джейку такой расклад не по кайфу. «Нужно быть умнее». Ведь придется тогда выходить из зоны комфорта и тоже впрягаться в разборку. А он тут вроде как обжился, кайфует как на курорте, поэтому вносит коррективы в план вождя с учетом своих интересов. «Если вы нападете, начнется война, и они вас уничтожат». И вождь сглатывает и слушает того, из-за которого люди уже месяц сжигают его деревни и занимаются террором, когда должен был вынести на новый совет вопрос пребывания Джейка в деревне, отменить его прописку и депортировать, когда на кону тысячи жизней его соплеменников. Амарпех Джейк Салли, который железобетонно уверен, что убийство китов это чистая провокация, «Это ловушка, нельзя отвечать, им нужны не долгуны, это охота на нас». Все равно идет в свое бунгало тупо смотреть телек, вместо того, чтобы брать всю семью в охапку и валить отсюда. Ведь рано или поздно Кворич и сюда доберется. «Зачем?» «Как это нахрена?» «Сразу видно военный». Никакой инициативы, полный пофигизм по принципу. «Вот и день прошел, ну и нахрень пошел, завтра будет день опять, ну и в рот хрень». «Вот такая жизнь мне нравится». Следом уже неадекватно ведет себя старший сынок, ведь когда младшой полетел предупреждать своего кошелота браконьерах, старшой, отправляясь с ним, позволил младшим сестрам пойти с ними. «Я с вами!» Когда только что на совете слышал, что их уже ищут люди, и это большой риск. Видимо, недавнее пленение сестер старшего ничему не научило. Как и Джейка, что так и не взял детей под контроль, и они все так же предоставлены сами себе и могут болтаться, где им вздумается. Ну и конечно же, кашелот младшего уже помечен маячком и люди на подходе. «Корабль на подходе». «От нас два километра». «Кто там с тобой?» «Да тут все». «Ну что, доволен?» И Джейк, нет бы сразу после сообщения сына рвать когти к ним, потратил время, чтобы сбегать до лачуги вождя и сообщить ему, что там и его отпрыски, когда мог отправить одну на Этерии. «Надо их выручать. Они спасали Тулкуна, там твои тоже». И вождь мигом собирает бирюзовый Омон, в который еще и рвется беременная жена. Но когда сейчас киношные мужики для баб всего лишь грязь из-под ногтей, то суровый вождь даже не пикнул. «Останься на берегу». Джейк хватает свой 374 АК, жене дает задание быть единственной поддержкой с воздуха, а сам с отрядом бирюзовых мчит к непоседам, которых уже срисовал Кворич и шлет куеву тучу подводных оптозаков на задержание. «Вот так сюрприз. Детишки Салли». «Салли ему такой подарок». «Я не обязан объяснять. В этом плюс профессии режиссера». Детки мутят из водного хреноплыва тягач, выдирают маяк из кашелота и дают в рассыпную, устроив первую во вселенной пандорско-подводную людно-навийскую погоню. И первой под раздачу попадает дочурка-вождя. Но младшой вовремя приходит на помощь, чем и зарабатывает несколько будущих постельных очков. «Прогиб защита». И когда на поверхность не всплыть, ведь там с воздуха все контролирует Кворич, детишкам, чтобы не захлебнуться, приходят на помощь подводные специально сценарные природные подстанции до заправки кислородом. «Надо отсюда ловим отсюда». И вот послушав девочку, вся троица ловится и поступает в личное распоряжение Кворича, который уже подоспевшему Джейку выставляет простые условия. «Если дети нужны живыми, жду тебя одного». «Ну а нет, так ты меня знаешь». Джейк идет на обмен, и один из солдат Кворича предлагает дельную мысль заваншотить предателя прямо сейчас и по домам. «Легкая цель». Но Кворич уже на полную превратился в сценарного болванчика и дает отказ, подкрепляя все это довольно хреновыми доводами. «Убьем сейчас, они атакуют. Пусть зайдет на борт». Там всего 20 индейцев с копьями, а у Кворича целая мотострелковая бригада. Было бы чего бояться. «Мы их как в тире положим, главное не спугнуть». И когда реальный вариант ликвидации Джейка отвергнут по надуманной причине, но ему уже точно не отвертеться, когда он сдастся, на помощь приходит рояль из кустов. «Нет!» «Здорово». И все внимание военных полностью переключается на бронированную касатку. И Джейк смело идет в атаку, не боясь, что за нарушение договоренности Кворич успеет казнить его детей. И когда главный браконьер маржет своим супер гарпуном и кошелот отваливает в море, и Кворичу больше ничего не мешает выйти по рации на Джейка и продолжить процедуру сдачи в плен, снова идет на подмах сюжета и без причины решает начать полноценное боестолкновение, когда всего-то надо снова применить угрозу казни детей. Особенно, когда супервоенно-технологичные люди снова насасывают от аборигенов с копьями. Дизайн с крапионом значит обновили, а вот бронированные стекла так и не поставили. Зато у Джейка все патроны разрывные, пару-тройку выстрелов и катер как от подрыва РПГ разносится. Кворич оставляет свои главные козыри на корабле и бросается в бой, чтобы в холостую сжечь патроны то на Нэнтери, то потом на Джейка, когда всего-то надо было просто применить угрозу казни детей. Но самое, что идиотское исполнил полковник, так это паука, который на протяжении всего времени открыто демонстрирует свою нелояльность, оставил без охраны и наручников в рубке управления кораблем и пацан при первой же возможности этим пользуется, контузит штурмана и устраивает пандорскому Титанику краш-тест на выносливость, отчего вся хорошо спланированная операция Кворича идет по влажному месту и гибнет куча народу. Из одного душе как ты! Как и его сынок, который даже не подумал, что после такой диверсии и он, и дети Джейка либо превратятся в фарш, либо тупо утонут. Где пробоина? Их две! Первый и четвертый отсек! Но снова спасибо Кворичу, который не переместил пленных в более защищенное место, чтобы до них было сложнее добраться, а ставил прямо на палубе, где еще и пристегнул их резиновыми жгутами. Ведь у людей будущего, колонизирующих далекие планеты, проблема с металлом и нет обычных ментовских наручников. И старшой обычным ножом за пять секунд освобождает родственников. А главный браконьер, чтобы уже до конца быть людской сволочью, когда уже нет смысла ловить кашелота и нужно спасать раненых с основного корабля и уходить, пробует в одного загарпунить кашелота, когда прекрасно знает, что для успеха требуется целая подготовительная операция с поплавками. И пробить кожу толкуна можно только снизу, когда он стоит на месте. А этот курсит, словно Торетто на своем додже и подстрелить его нереально. И толкун, чтобы раз и навсегда разделаться с этим козлом, подрубается к интернету, узнает, что такое и как работает техника людей, наматывает на себя трос и берет катер на принудительный буксир, собирает ближайшие скалы, чтобы людишки сначала от вибрации и перегрузки обосрались, а следом лишает главного браконьера возможности синхронно подтягивать трусы с двух сторон. Младшой, возомнив себя Рэмбо, конечно же, отказывается уходить без Маугли. У них паук, мы же его не оставим. А старшой нет бы дать леща младшому и приказать уходить, сообщив отцу, чтобы сам разбирался с пауком, идет на поводу у младшого и лезет на штурм корабля, где хрен знает сколько еще военных, бросив младших сестер от них, из-за чего одну тут же ловят, а мелкая идет за ней и снова попадает в плен, чего бы не произошло, если старший брат не был бы таким п***ом. И вот два брата-акробата уже по-быстрому освобождают паука, ведь десантники земли разучились стрелять и реагировать, как этого требует подготовка бойца спецподразделения. Но парочка вояк все же заслужила звание военного и при побеге пацанов попадают в старшего, который умирает на руках Джейка и Нейтери и все из-за пустого геройства и нежелания слушать старших. Отвести нормальную панихиду по всем традициям племени Нави мешает полковник, у которого до сих пор в заложниках две дочери Джейка. У меня твои дочери. Условия прежние. Я жду тебя. Только вот так подходишь с востока, останавливаешься в 100 метрах, сигналишь фонариком и мои люди тебя забирают. У тебя две минуты или одна дочка труп. Вот как должен был полковник разжевать Джейку его ход действий. А вот этот вот размытый приказ Я жду тебя. Джейк, конечно же, интерпретировал для себя как возможность действий более широкого формата и пошел с женой на классический штурм. Ну а что, полковник же сказал Джейку, чтобы пришел. Вот он и пошел, только по-своему. Ни тепловизоров, ни приборов ночного видения не подвезли и вояки планомерно начинают превращаться в груз-200. На Итере так вообще из-за смерти сына из обычной лесной охотницы в секунду прокачалась до крапова спецназа ОМОНовца-ВДВшника и валит элитных морпехов просто пачками, которые только и могут что смотреть вперед, не зная про атаку с флангов и сверху. И смысл был оттратить миллионы долларов на клонирование отряда Кворича, если они даже с одной бабой не могут справиться. Теперь у нас их рост, их сила, а с нашей подготовкой морпехов это неплохой комплект. А ты что-нибудь о тактике оборонительного боя слышал? Или только своей башкой кирпичи можешь разбивать? Ну или Кворич брал свою армию чисто пацанов по блату, которые воевать-то не умеют. И даже когда Джейк с женой уже выпилил половину бойцов, Кворич как раб сценариста только и делает, что проводит перекличку трупов. Когда всего-то надо снова применить угрозу смерти детей. Но такой вариант Кворичем больше даже не рассматривается. Ты не остановишься, да? Ты прям как гятел. И только после того, как все бойцы пошли в утиль, Кэмерон наконец-то разрешает полковнику применить самый простой и действенный метод. И когда Джейк разоружился и только остается его кокнуть, сына Кворича. Оставляет автограф на груди, подтверждая серьезность своих намерений. Зарежу! Ничего, ты жениться. И сердце черствого вояки дрогнуло и он отпускает Кири. И даже такой, как Кворич оказался приверженцем постулатов Солярыча. Семья это... Это все. Джейк уводит семью и вроде бы конец. Но зараза, Кворич кидает провокацию, которую Джейк не может проглотить. Я твою маму сладкой ватой угощал. Ах ты... И пока котятки пытаются друг друга порезать, загоревшееся топливо проверяет остальных на смекалку, с которой у них оказывается большие проблемы. Обратно! Обратно! Назад на корабль! И можно просто поднырнуть и через несколько метров вынырнуть за линии огня, возвращаются на корабль, который тонет, где Нейтери сразу же теряет дочь. Китобой переворачивается брюхом кверху, Нейтери с дочкой оказываются в ловушке, а Джейк второй раз уделывает даже обновленного и усиленного полковника, слегка придушив его. Уносите! После чего стартует групповое спасение всех и вся. Кири находит и выводит Нейтери с сестрой, младшой вылавливает уже подутонувшего батю, приводит в чувство и заставляет выполнить подводный марш бросок к поверхности. У меня не доплыть, давай один. Давай, давай, ты мне еще пятную PlayStation не купил. Зачем ты так? В Кворича удача тоже смачно плюнула и паук в ночной воде натыкается на дрыгающегося в предсмертных судорогах полковника, решает не портить карму и спасает биологического батю, ведь в заявленных еще трех продолжениях Джейк у Сали нужен будет серьезный противник, а то двух побед над полковником для него недостаточно. Хотя как только полкан вернется на базу и доложит бабушке генералу, что он снова облажался и снова просрал хренову тучу дорогой техники и людей, то его сразу же должны будут отправить на землю в контактный зоопарк. Хотя учитывая, что выжил только он и видеокамеры на нем не было, то Кворич легко отмажется. Ну и где команда? А китобойная судна где? Поскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся, гипс. Да и что-то в Кворичи стали проблескивать лучи порядочности и любви, так что предвидится большая вероятность, что Кворич мало того, что подружится с семейством Джейка, так еще и сыграет ключевую роль в падении Человеческой Империи. Прецедент как бы уже имеется. Ну а до Джейка только после смерти сына доходит, что прятаться по курортам Краснопандорского края была плохая идея. Бегством мне семью не спасти, здесь мы примем бой. Ну что ж, подождем следующую часть еще 13 лет, когда Кэмерону будет 78, мне 53, а Джейк уже будет лежать в доме престарелых и в старческом маразме угрожать медперсоналу. В следующий раз я тебе х** оторву. Понял меня? Субтитры сделал DimaTorzok